Праздник Троицы 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 для славы Твоей, чтобы имя Твое, имя живого вечного Бога, было прославлено и в нашем служении, и в нашей Церкви. Великий и чудный Бог наш. Аминь. Мы вместе будем петь общим пением «Христос – основа Церкви». Вместе с оркестром будем прославлять нашего Господа. Песня «Христос – основа Церкви» Песня «Христос – основа Церкви» Песня «Христос» Песня «Христос – основа Церкви» ПЕСНЯ 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 Пусть святой меня утешит Час земных требов Подарил мне луч надежды Чтоб идти я вон Пусть в страну не царит Благодать и покой Если я не царит Не нарушит ничто Пусть святой меня наставит В любности годах И пусть я здесь в мире стране Бог мне радость дал Он меня научил Руколитвы свершать Чтоб я сердце был чист И хранил благодать Пусть святой меня избавит Пусть святой меня избавит Так бесконный день Я храню его славы Каждый жизни день С ним легко и светло Он защита моя Не отборим покров Среди ночи моя С ним легко и светло Он защита моя Не отборим покров Среди ночи моя С ним легко и светло С ним легко и светло С ним легко и светло Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они стали близкими Богу Это то, о чем мы сегодня говорим Вы знаете, пророк Исаия говорил об этом еще в 53 главе Он говорил такие слова, говоря о том, что будет совершено Богом через жертву Иисуса Христа В 10 стихе, во второй части этого стиха он говорит такие слова когда же душа его принесет когда душа его принесет жертву милостивления он узрит потомство долговечное и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его сегодня мы вспоминаем тот момент когда первые христиане появились здесь на земле но, знаете, братья и сестры об этом говорил Иисус Христос в своем земном служении Он говорит в Евангелии от Матфея 16 глава, 8 стих Он говорит такие слова Я создам церковь и врата ада не одолеют ее И желание моего сердца сегодня рассмотреть три важных события составляющих вот этот праздник который мы сегодня празднуем День Пятидесятницы День Святого Сушествия Святого Духа День рождения церкви здесь на земле и момент, когда впервые апостолы стали свидетелями мы, может быть, не всегда даем этому отчет и серьезно задумываемся но впервые апостолы они стали свидетельствовать о воскресшем Христе именно в День Троицы когда получили силу от Духа Святого но прежде чем мы подойдем ко всем этим трем событиям я предложил бы вам погрузиться в контекст того времени в котором находились апостолы когда они проходили вот этими жизнями дорогами в служении Иисуса Христа когда они были свидетелями тому что совершает Христос здесь на земле когда они жили вот в этих условиях с законом Моисеева всех обрядов всех этих предписаний когда они должны были находясь вот под гнетом Римского гнетом Римской империи они искали свободы знаете, я думаю, что они очень многого не понимали идя здесь с Иисусом Христом по дорогам Иудеи и Израиля вот видя все то, что Бог делает Иисус Христос совершает на земле они до конца не понимали что же в конечном итоге происходит к чему они идут знаете, я думаю, что если бы мы оказались в этой ситуации на месте учеников мы бы себя ощущали абсолютно точно так же как часто они подходили к Иисусу Христу и говорили, Господи, объясни нам эту притчу а что это значит? а ты скажи нам, как это будет? правда? вот мы в своей жизни тоже попадаем в такие ситуации когда нам хочется знать а что Бог совершает? а как будет дальше? а на что нам надеяться? к чему стремиться? и слава Богу, что у нас есть Слово Божие есть Дух Святой, который направляет, разумляет но в то время ученики были в другом положении знаете, им было намного легче когда они видели, когда Иисус проповедует когда Он совершает исцеление когда Он совершает чудеса им было легче это было служение Иисуса Христа они были свидетелями им было немножко тяжелее когда Иисус Христос делал их своими соработниками помните, когда Он избрал их и по два отправил туда, куда хотел сам идти и говорит, вот пойдите в те места в те селения, куда Он сам хотел идти и расскажите и они пошли и они пришли в таком восторге и говорят, Господи, и бесы нам повинуются а Он говорит, да не радуйтесь вы этому радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах дорогие братья и сестры я думаю, что им немножко трудновато было вот исполнять эти поручения но я думаю, что были моменты, когда им было совсем тяжело когда Иисус просил их, чтобы они накормили пять тысяч, четыре тысячи они в неразумении стояли Господи, чем мы их кормить будем? здесь на двести динариев не хватает а сколько этих людей? как мы кормить будем? им было тяжело, когда Господь говорит им переправьтесь на другую сторону Гензерецкого озера и вот отплыв от берега на середину этого озера начинается буря они черпают воду налегают на весла и видят, что они утопают и в такой беспомощной ситуации они обращаются к Иисусу говорят, Господи, спаси нас, утопаем и Господь успокаивает бурю протягивает руку помощи вы знаете, братья и сестры я думаю, что переживая все эти моменты они все больше и больше удостоверялись в нем что Он Господь что Он тот, о ком Он говорит свидетельствует что Он именно Сын Божий а в нашей жизни, братья и сестры мы переживаем такие моменты когда есть бури, переживания когда мы все делаем со своей силы но мы чувствуем, что что-то не подается вопьем ли мы к Богу обращаемся мы чувствуем мы надеемся на эту помощь и Господь помогает Он отвечает Господь проводит через эти трудные страшные обстоятельства вы знаете, слабые, беззащитные ученики они были раздавлены, разбиты когда они увидели как Иисуса Христа предали они были в таком разбитом раздавленном состоянии когда Христос еще говорил им что вы все соблазнитесь о Мне Петру Он говорит что ты трижды отречешься от Меня Петр говорит нет, Господи я и на смерть готов но Он говорит прежде чем пропадет петух трижды ты отречешься от Меня прежде чем петух пропадет дважды ты трижды отречешься от Меня вы знаете, братья и сестры их надежды чаяния они были настолько разбиты когда они увидели как Иисуса Христа взяли когда они видели когда Он исцелял когда Он изгонял бесов когда волны повиновались они видели Его могущество а вдруг приходит Иуда среди этой мрачной темноты ночи целует Иисуса Христа и предает Его они видят как изменяется все вокруг как воины берут Иисуса Христа ведут Его в дом первосвященника как Его предают в суду как Его ведут на Голгофу распинают они свидетели и все их надежды чаяния они абсолютно разбиты их дух сокрушен они потеряли все на что надеялись вы знаете, братья и сестры их дух был потрясен потому что Христос им говорил об этом что поражу пастыря и рассеются овцы затем мы видим как Христос воскрес они стали свидетелями воскресения Иисуса Христа когда смерть были разрушены когда Господь восстал явив силу могущества Божия и Он доказательствами явился к ним и Он утверждал их Он подкреплял их вы знаете когда мы читаем Евангелие Теана в 20 главе 22 стихе когда впервые ученики когда Он впервые явился ученикам когда они были все вместе Он явился говорит мир вам не бойтесь мир вам а затем Он сделал необычное Он вдохнул и сказал им примите Духа Святого вы знаете вот тот разбитый разрушенный дух их надежды их сечания они нуждались в подкреплении Иисус Христос видя их неуверенность их сомнения их переживания Он дает им подкрепление Он дает им Духа вы знаете в этот момент Фомы с учениками не было далее мы видим что даже когда Господь подкреплял их и вернейшие доказательства приводил что Он живой что Он истинный мы видим что в 20 главе Евангелист в 21 главе Евангелист Иоанн пишет что Петр говорит еду ловить рыбу даже в тот момент когда Господь кажется вдохнул подкрепил их они все еще думают о земном о том что им нужно кормить свои семьи о том что они должны заботиться о том что важно для них Иоанн показывает что они еще не готовы к тому чтобы понести эту весть Евангелия быть свидетелями своего Господа воскресшего победившего ад и смерть который дает надежду и упование всем вы знаете Иисус Христос на протяжении 40 дней являлся учеником и вернейшими доказательствами доказывал что Он живой что это Он Сам мы читаем в первом послании Иоанна Иоанн говорит в первой главе в первом стихе мы свидетельствуем о том что было от начала что мы слышали что видели своими очами что рассматривали что осязали руки наши о слове жизни Иоанн говорит о том что они были свидетелями они видели они осязали они рассматривали но все же они не способны были еще пойти Иисус Христос после 40 дней собрал их на горе и дал им повеление мы читаем об этом деяниях апостола 1 глава 4-5 стих там написаны такие слова но вы примите силу когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями он говорит им и собрав их он повелел им не отлучайтесь из Иерусалима но ждите обещанного от Отца о чем вы слышали от меня ибо Иоанн крестил вас водой а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым Иисус Христос говорит им о том что придет время когда Дух Святой которого он умолит которого пошлет Отец Небесный сойдет на них и они будут крещены Духом Святым помните когда Иоанн Креститель говоря об Иисусе Христе он говорит такие удивительные слова он говорит я не достоин развязать ремень обуви но он будет крестить вас то есть Иисус Христос тот который идет за мною тот кто сильнее меня тот который станет на первое место он будет крестить вас Духом Святым и огнем и тогда когда он будет крестить вас Духом Святым и огнем тогда сойдет на вас Дух Святой и вы будете мне свидетелем в Иерусалиме Иудее Самарии и даже до края земли и так ученики которые прошли это состояние когда они были раздавлены разбиты когда Господь явившись им по воскресенье укреплял их когда он восстанавливал их веру когда он восстанавливал мир сердца когда он утверждал их в том что это он он является мессией спасителем все таки еще оставались неспособными исполнить то предназначение которое Господь Иисус Христос определил для них во второй главе Деяния апостолов мы читаем такие слова при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе вы знаете вот когда мы читаем это повествование у нас возникает вопрос а что это за Пятидесятница Пятидесятница это ветхозаветный праздник который Бог установил для народа израильского Бог повелел через Моисея чтобы каждый иудей мужского пола живший в тридцати километрах от Иерусалима обязан был прийти на поклонение Господу должен был прийти чтобы участвовать в иудейских праздниках и эти праздники три праздника великих праздника которые Бог определил это Пасха это тогда когда они вспоминали когда Господь освободил их от египетского рабства когда Он их освободил когда они вышли и с этого дня начинался праздник опресноков мы видим что на 50-й день после Пасхи вот это был праздник Пятидесятниц когда исполнялся вот эти полнота семь седмиц это назывался праздник седмиц также и праздник кущей когда был собран весь урожай с полей народ израильский срезал ветви приносил их кто-то дома ставил кто-то строил шалаши они жили какое-то время этим самым показывая что они странники пришельцы в этом мире и проставляют через это Богу принося Господу жертву поэтому в этот день на праздник Пятидесятницы в Иерусалим пришли огромное количество паломников со всех тех мест которые находились в окружности что же праздновали на день Пятидесятницы что показывал себе этот незаветный праздник прежде всего праздник Пятидесятницы указывал на то что Бог дал Моисею закон для народа израильского он изменовал получение Моисея закона на горе Синае помните когда они вышли из Египта они пришли к горе Синае и Бог дал им закон Божий через Моисея на этот праздник народ израильский обычно приносил первый слоб это тоже было начало жатвы и они приносили первый слоб ячменя и священник вместе со всеми жертвами должен был принести этот слоб потрясая в храме перед Господом говоря о том что есть начало жатвы также если мы посмотрим то этот праздник Пятидесятница он имел значение земледельческой сфере на Пасху евреи приносили этот слоб но на Пятидесятницу они приносили два хлеба в знак благодарности за дарованный урожай вот это то что братья и сестры как бы предшествовало этому событию все это то что переживали люди и апостолы и ученики все вместе это в том в чем они находились в контексте того времени но Бог явил особое действие в этот момент мы читаем во второй главе Деяния Апостола со 2 по 4 стих такие слова и внезапно сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом где они находились и явились им разделяющиеся языки как бы огненные и почили по одному на каждом из них и исполнили все святого духа и начали говорить на иных языках как дух давал им провещевать тогда когда народ собрался в храме для того чтобы принести жертвы когда было вот это скопление народа в Иерусалиме люди пришли с разных мест Бог проявил свое действие и оно выразилось очень удивительно всегда когда Бог проявляет свое действие знаете это называется библейским языком называется знамение помните когда Моисей увидел горящий куст который горел и не сгорал Дух Божий присутствовал на этом месте и мы видим что вот Моисей глядя на вот это явление он удивлялся и не понимал почему этот куст горит и не сгорает он говорит пойду посмотрю Бог присутствовал на том месте Дух Святой сошел на Иисуса в виде голубя и оно крестителю было открыто что на тот креститель на ком ты увидишь Духа Святого восходящего в виде голубя точно так же как на Иисуса Христа Дух Святой сошел видимым образом вот в этот момент в день Пятидесятницы в день когда открылась эта третья ипостасия Божьего естества Дух Святой видимым образом сошел на апостола мы читаем что произошло три действия когда Дух Святой сошел на апостола внезапно сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом где они находились вы знаете вот в этом явлении произошло знамение для всех тех кто пришел в Иерусалим абсолютно все люди слышали этот шум знаете чем отличался этот шум от всех других шумов этот шум был как бы от несущегося ветра но ветра не было мы понимаем когда идет сильный ветер когда поднимается пыль когда кроны деревьев качаются когда мы видим то действие ветра и мы слышим как этот ветер с шумом проносится но в данном ситуации Дух Святой сошел таким образом что вот этих явлений не было а шум был этот шум прошел по всей местности и написано он наполнил весь тот дом где находились апостолы я думаю что люди когда услышали этот шум сердце их повлекло они заинтересовались что же происходит там это было знамением для всех второе что произошло мы видим что на апостолах на учениках Иисуса Христа явились разделяющиеся языки как бы огненные и почили на каждом из них вы знаете это было личным персональным знамением на тех кто получил этого Дух Святой мы знаем что Дух Святой когда вселяется в сердце человека он запечатлевает этого человека он его делает принадлежностью Богу в данном случае мы видим что на апостолах явились эти языки это не были огненные языки но они как бы огненные это то что отличало их от всех остальных это то что показывало что этот шум пронесшийся это сошедшее Духа Святого было явлено действенно на них и третье о чем мы читаем что они вдруг начали говорить на разных языках возвещая как Дух давал им провещевать вот это явление оно тоже уникально уникально в том что все они были с одной местности они были галилеяне они говорили на одном языке до этого момента но когда Дух Святой сошел на них он дал им сверхъестественную способность когда они начали говорить другим людям как Дух давал им провещевать ученики не могли сделать шум с неба который бы несся ученики не могли воспроизвести языки на своем на них как бы огненные чтобы пребывали на них ученики по своим человеческим способностям не имели способности говорить на разных наречиях это действие Духа Святого на учениках на апостолов мы читаем что когда они стали свидетельствовать когда они стали говорить на этих разных языках то мы читаем ученики исполнившие силы Духа Святого стали говорить на разных языках на речиях как Дух давал им провещевать О чем они говорили? Они говорили о великих делах Божьих. Те люди, которые пришли на это место, они слышали их, говорящих о великих делах Божьих. В Дениах Апостолов 2 глава 6 по 12 стих нам перечислены те, кто пришел туда. Написано, когда сделался шум, собрался народ, пришел в смятение, ибо каждый слышал говорящие его наречия. И все изумлялись, дивились, говоря между собою, все говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Помта, Иасии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Керенее, и пришедших из Рима, Иудеи и Празелиты, Критяне, Равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Вы знаете, если мы вот соберем, как бы посмотрим на карту той местности, мы увидим, что не только те страны, которые окружают Израиль, но также Африка, также Азия и даже люди из Европы, из Рима, они пришли поклониться Богу, и они стали свидетелем этого величайшего события, когда Бог излил Духа Святого на апостолов. И мы видим, что там не находились только иудеи, там были Празелиты, это люди, которые из язычников пришли, приняли иудейство, и они служили Господу, и мы читаем дальше, что же дальше произошло. Когда Дух Святой сошел на апостолов, они не испугались, как прежде, они не стали прятаться от людей, но они, исполнившись Святого Духа, начали свидетельствовать пришедшим и окружающим их людям о великих делах Божьих. Для нас, с вами, братья и сестры, здесь сокрыта еще одна истина, о которой мы должны очень тщательно размышлять. Сегодня есть люди, которые говорят, что наличие непонятных языков является свидетельством Святого Духа. В данном контексте мы не видим, что они говорили на непонятных языках. Они говорили на понятных языках, на разных языках. Они говорили о великих Божьих делах, и люди, которые это слышали, они прекрасно понимали на том наречии, в котором родились. Поэтому, когда мы с вами подходим к действию Духа Святого, мы должны понимать, что Бог действует Духом Святым в сердце человека и для окружающих, для того, чтобы свидетельствовать им о великих делах Божьих. Бог дает этот дар для того, чтобы распространялось Евангелие, для того, чтобы разрешалось весь спасение всем тем, кто нуждается в ней. И третье, о чем мы видим, произошло здесь, что ученики проповедуют, и люди обращаются к Богу. Люди, видя это, написано, уземлялись. И они, знаете, вот это слово изумление, оно немножко отличается от слова удивление, хотя оно очень рядом, да? Нам удивительно, когда что-то происходит такое необычное. Но изумление – это большая степень удивления. Когда человек иногда так останавливается и замирает. Когда он смотрит на обстоятельства, пытаясь осознать, что же произошло. Люди изумляются, когда что-то происходит неординарное. Иногда люди даже захватывают у них дыхание от происходящего. Вы знаете, вот в данном случае люди, которые смотрели это на все, они не могли объяснить, что произошло с этими учениками. Они могли объяснить шум с неба, языки. Они не могли объяснить всего происходящее. Поэтому они, исходя из своего опыта, попытались объяснить то, что они сами могли для себя как бы определить. Вот эти люди, которые перед нами, они напились сладкого вина. Это как бы ихнее такое предположение. Но Петр написано, встав на основании закона, пророков стал объяснять им, что это не то, что вы думаете. Это они не напились пьяного вина, потому что теперь третий час дня. Но это то, о чем говорили пророки. Это о чем возвещали о Священном Писании. И он стал им свидетельствовать пророка Иоиля. Он говорит о том, что пророк Иоиль говорил за сотни лет, давая обетование, что Бог сделает, что я и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророченцы сины ваши, дочери ваши, юноши ваши. Будут видеть видения. Старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабы моих и залью от Духа Моего. И будут пророчествовать. И дальше заканчивая вот это местописание, он говорит, и кто призовет имя Господне, спасется. Затем апостол Петр свидетельствует о том, что вы руками беззаконных взяли Сына Божия и пригвоздили Его ко Кресту Голгофы. Но Бог воскресил Его. И это стало доказательством того, что Он действительно Мессия, Который спаситель мира. В 32 стихе 2 главы Петр говорит, «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак, Он, быв вознесен в десницу Божию, приняв от Бога обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите». Объясняя людям, что произошло, Петр свидетельствует о том, о том, что это было предречено пророками, о том, что это было предсказано, и что то, что произошло, это излияние Духа Святого, которое было обещано прежде. И поэтому Он говорит утвердительно в заключении Своей проповеди, «И так твердо знай весь дом Израиля, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Это произвело действие в сердцах людей. Дух Святой, который дал силу проповедовать Петру, действовал в сердцах людей. Написано, услышав это, они умилились сердцем и стали обращаться к апостолам и говорить, что же нам делать, мужи и братья. И Петр сказал, «Покайтесь, и докрестится каждый вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». И он говорит, «Ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш». Покаяние было известно евреям. Они знали, как Иоанн Креститель призывал людей покаяться. Он крестил их в Иордане в знак того, что они сожалеют о своих грехах, о том, что они каются перед Богом, о том, что они хотят исправить свои пути. Но крещение Иоаннова было только путем приготовления к вере в Иисуса Христа. Оно было выражением готовности к принятию приближающегося Царства Божия. Крещение во имя Иисуса Христа это свидетельство веры в Иисуса Христа, как Сына Божия. Это свидетельство, что теперь они будут последователями и они посвящают свою жизнь Ему. Апостол Петр говорит, «Когда вы покаетесь и примите крещение, вы получите дар Святого Духа». Дар, братья и сестры, не зарабатывается. Это дар, который дается по милости Божьей. Мы получили дар Святого Духа. Дар Святого Духа – это очищение от прежних грехов. Это примирение, это возрождение. Это новая жизнь, которую Господь творит в нашем сердце. Это обновление, это освящение, это усыновление, когда Дух Божий свидетельствует Духу нашему, потому что мы дети Божьи, когда Дух Святой делает нас царственным священством. И мы читаем в 41 стихе, «И так охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали с учениками». Вот таким образом, братья и сестры, устрояется церковь. Когда Господь посылает своих свидетелей, когда Господь возвещает Евангелие, когда Господь работает в сердцах людей, когда Господь исполняет своих последователей силой свыше, и они становятся свидетелями здесь на земле, и до сего места, слава Богу, это свидетельство продолжается. Знаете, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня подумали, исполнили ли мы Духа Святого, являемся ли мы свидетелями Иисуса Христа здесь на земле. Я думаю, что мир нуждается в том, чтобы мы точно так же, как и апостолы, были свидетелями. Это не значит, что мы должны, может быть, стоять где-то на перечественках улицы, проповедовать. На прошлой неделе был такой интересный момент. Знаете, я захожу в комнату на работе, и там стоят два человека. Одному лет 26, другому 50 лет, и они между собой рассуждают. 26-летний молодой человек, у него есть жена, у него уже есть дочка, они ожидают второго ребенка. 50-летний человек, это человек, который прожил жизнь, у него была жена, у него есть ребенок. Так случилось, что, когда девочка родилась, она родилась на 100 дней раньше, поэтому она два года находилась под колбой, она до 10 лет лежала на вентиляторе. Это было огромным ударом на взаимоотношения между мужем и женой. Пройдя этот путь, они прошли развод, они расстались. Только два года тому назад этой девочке сняли вентилятор. И вот этот человек, он, знаете, он сильно пил, он сильно горевал. Он не знал, куда себя деть, он стоит, но пройдя какой-то революционный период, он восстановился, перестал пить, как бы обрел смысл вот именно в помощи дочери своей. И он стоит и говорит этому молодому человеку, он говорит, «Знаешь, вот ты сейчас ученик, ты апрэнтис, пройдет еще 4 года, ты закончишь свой апрэнтисшек, ты станешь мастером. Пройдет еще 5-6-7 лет, ты заработаешь денег, купишь дом, ты обустроишь свою жизнь, а потом твоя жена оставит тебя». Знаете, путь многих людей в этом мире проходит именно по такому сценарию. И пройдя вот такую дорогу, горечи, разочарований, он стоит и он уже выкладывает эту дорожную карту для этого молодого человека. В этот момент захожу я в эту комнату. Знаете, он обращается, позывает меня, «Александр, дожди сюда, я хочу тебя спросить, молодой человек». Он говорит, «Вот ты среди нас всех, ты дольше всех находишься в браке. Как ты думаешь, я разведусь или нет?» Что бы вы сказали этому молодому человеку, братья и сестры? Проповедовать о Христе в этой ситуации нет времени. Знаете, я как бы склонился так, думаю, что можно сказать? Я сказал, «Знаешь, Бен, есть одно слово, которое поможет тебе преодолеть все твои передряги жизни». Будут они передряги, будут между вами разногласия, трудности. Есть одно слово, которое поможет, всего лишь пять букв на английском языке. Это слово «grace». Это благодать по-русски. Братья и сестры, благодать – это не просто милость, когда прощают человека виновного или дают у кого чего-то нет. «Грейс» – это тогда, когда человек заслужил самого жестокого осуждения, когда он сделал самое последнее дело, но вместо этого ему дается подарок, его принимают в семью, его делают своим и относятся к нему, как будто он никогда ничего в жизни своей не сделал. Это пережили апостолы. Это пережила первая церковь. Это то, что мы сегодня можем говорить. Я сказал ему, «Если будет благодать в твоем сердце, если ты сможешь говорить людям об этой благодать, если ты можешь проявить эту благодать твоей жене, она никогда тебя не оставит». Братья и сестры, есть ли благодать в нашем сердце? Благодать – это дар Святого Духа. Благодарность Господу, что мы можем иметь эту благодать в наших сердцах по милости Божьей. Давайте мы преклоним наши сердца, прославим его за дар Святого Духа, за благословение, за мир, который мы имеем в нем, за церковь, которую Господь создал, которая сегодня является спасением для всех нас. Аминь. Отец наш небесный, Господь и Бог наш, мы сердечно благодарим тебя за то, что ты любящий Отец, который, видя, что мы погибшие, отпадшие, заблудшие дети, погибали в этом греховном мире, но ты даровал нам дар благодати. Ты послал Сына Своего Единородного для того, чтобы уничтожить наши грехи, вину за наши грехи, чтобы даровать нам прощение. Но ты также не оставил нас сиротами в этом мире, но ты даровал нам Духа Святого, Духа усыновления, которым ты принял нас в свою семью, который нас отделал детьми своими. И сегодня мы можем обращаться к тебе, Господи, мы благодарим тебя, что ты являешь великое дело в жизни нашей. Ты созидаешь нас, ты научаешь, ты вразумляешь, ты освящаешь нас, ты приближаешь нас к встрече с тобою. И мы наполнены радостью даже среди скорбей, переживаний. Я благодарю тебя, Господи, за церковь, которая здесь на земле является столпом и утверждением истины, что ты сегодня нас призываешь быть свидетелями, которые несли бы весь Евангелие окружающему миру, что есть надежда, есть спасение в тебе, только ты даешь эту силу побеждать грех и быть верными тебе. Благодарность тебе за все твои благословения. Благослови и в этот час нас поклониться тебе, прославить, ибо ты достойный этой славы наш Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благословил пронзенными руками Обещанного ждите Так сказал Ушел к отцу Поднялся с облаками Туда, куда и заглянуть нельзя Обещанного ждите Божье слово День ждать Оль год Или десяток лет Никто не знал Ученики Христовы Молились Ждали, что придет ответ Не десять лет А десять дней Немного То, что Спаситель обещал Сбылось И Дух Святой Сошел с небес От Бога Господне пламя Над землей Зажглось И было так Пылал огонь небесный И ликовали радостно сердца Благодаря за этот дар чудесный И величая Господа Отца Ученики в великом Ученики с великим дерзновением Благую весь мир грешный понесли И тысячи склонились на колени И тысячи спасенья обрели Больные исцелялись силой Божьей А демоны бежали в страхе прочь Свершилось то Что было невозможным И перед светом Отступала ночь Я до скончиной века Буду с вами Так говорил Иисус И Дух Святой Живет в сердцах И церковь есть живая В которой действует живой Христос Тот, кто Господен Иисуса знает Достойную Ему возносит честь И песни славы Нет, не умолкают Хвала Христу, что Он не был А есть И Дух Святой к Иисусу вновь приводит Всех жаждущих Ты жаждешь Так иди Иди к спасенью К радости К свободе Зажжется пламя И в Твоей груди Аминь Дух Господень Дух Господень Действовал сам в соне От рождения было на заре Но он забыл Что пренебречь законам Значит, волю Божию отвергнут Не дай врагу тебя лишить Блага славянной Божьей силы Ты на зарествам дорожи Ты на зарествам дорожи Будь верен Богу до могилы Будь верен Богу до могилы Если нет греху в душе заслона И не бережем свои устаны То и нас постигнет, что самсона Слепота духовная настанет Не дай врагу тебя лишить Блага славянной Божьей силы Ты на зарествам дорожи Ты на зарествам дорожи Будь верен Богу до могилы Будь верен Богу до могилы Велика в душе Господня милость Но порой падень не стоит жизни Тот служенье сохраняет силу То и нас постигнет, что самсона Не дай врагу тебя лишить Блага славянной Божьей силы Ты на зарествам дорожи Ты на зарествам дорожи Будь верен Богу до могилы Будь верен Богу до могилы Учение о Духе Святом, братья и сестры Учение о Боге Отце, о Боге Сыне О Боге Духе Святом Это центр и основа нашей веры И вот когда мы очень часто занимаемся Особенно с теми, кто собирается Принять крещение Мы спрашиваем о Духе Святом И очень часто, вы знаете, говорят Для чего Дух Святой? Слышится ответ Дух Святой обличает Это правильно или нет, друзья? Правильно, Дух Святой обличает Но это не главное Как много писания написано О Духе Святом Для чего Он? Для того, чтобы утешать нас Он утешитель Дух Святой для того, чтобы подкреплять нас Об этом так и написано Также и Дух Божий Подкрепляет нас в немощах наших Дух Божий для того, чтобы защищать нас Об этом и сейчас пение Ты мой покров Играет музыка 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 Играет музыка